МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши. Информационная программа Республика в студии Галины Титарчук. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Под знаком охраны окружающей среды. Сегодня в Москве дали старт Году экологии. В мероприятиях участвует и глава Чуваши Михаил Игнатьев. С подробностями Ольга Пырочкина. Добрый вечер, коллеги. Сегодня, 6 декабря, на площадке Международного информационного агентства «Россия сегодня» в формате телемарафона дали старт Году экологии. И это за 25 дней до начала 2017-го, что, впрочем, неудивительно. Еще в марте тогда глава администрации Кремля, а сейчас спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов говорил, мы не собираемся ждать календарного 2017-го года, мы хотим начать работать раньше. Потому что, давайте быть откровенными, за один год все экологические проблемы в России решить не удастся. Но важно начать движение, в том числе и на крупных промышленных предприятиях, которые тоже наносят серьезный ущерб природе. Но если так резюмировать, по-моему, настало время в России прибраться. На 12 месяцев следующего года запланировано 600 мероприятий во всех регионах страны, и намечено несколько крупных блоков работы. Это новая система обращения с мусором и бытовыми отходами, внедрение природоохранных технологий на предприятиях, снижение выбросов, выгрызняющих веществ в окружающую среду и другие. И вот диалог между регионами решено ввести с помощью вот таких телемарафонов, когда выступления спикеров транслируют в прямом эфире на разных интернет-порталах, и подпочтах могут все желающие. Первый телемарафон посвятили осуждению планов работы на 2017 и созданию первого общественного экологического телевидения. В аббревиатуре или в сокращении получается ПАЭТ. В каждом регионе страны разрабатывают свою программу работы на год экологии. В своем выступлении глава Чувашии Михаил Игнатьев рассказал о том, что запланировано в республике. Это рекультивация Пехтулинской свалки, продолжение строительства объектов полигона ТБО, модернизация биологических очистных сооружений и модернизация на водоканале в Чебоксарах. А подробнее, коллеги, я расскажу вам уже завтра. Сегодня в Нижнем Новгороде прошла традиционная встреча полномочного представителя президента Российской Федерации в ПФО Михаила Бабича с главными редакторами средств массовой информации при Волжье. Подводя итоги уходящего года, Михаил Бабич напомнил, что приоритетами в деятельности власти являются межнациональные и межконфессиональные вопросы, борьба с коррупцией и терроризмом. Было отмечено, что Чувашия – одна из лидеров по борьбе с коррупцией. Количество антикоррупционных проверок выросло с начала года в 10 раз. В рейтинге инвестиционной привлекательности полпред особо выделил Татарстан и Чувашию. Снежная пурга и морозный ветер кружили над республикой этой ночью. Чем обернулся снегопад для столицы Чувашии, смотрите в следующем сюжете. Дорога от дома до работы сегодня была непростой. Чебоксарцы откапывали машины из-под снежных сугробов и спешили на работу, преодолевая метель и пробки в 8 баллов. Не могли позволить себе опоздать на работу дорожные службы. Сегодня утром снежный город пыталась расчистить 71 дорожная машина. Как результат – очищенные центральные дороги и снежная каша в отдаленных районах города. В сведения сразу нескольких ДТП стали поступать с двух часов ночи. Одна из крупнейших аварий произошла на нечищенной развязке возле центрального рынка. В ДТП с участием двух карет скорой помощи пострадал ребенок с приступом аппензицита. Сотрудники ГИБДД экстренно доставили его в больницу. Работе снегоуборочной техники во многих случаях мешали неправильные припаркованные автомобили. Их приходилось эвакуировать и везти на специализированные стоянки. Дорожно-транспортных происшествий на федеральных трассах удалось избежать благодаря слаженной работе дорожников Упор-Дор-Прикамья. В оперативном управлении ФКУ Упор-Дор-Прикамья находится порядка 329 километров дорог федерального значения. Это автомобильная дорога М7, западный подъезд города Чебоксары, восточный подъезд, а также автомобильная дорога А151. В настоящее время у нас заготовлено 321 тысяча тонн песко-соляной смеси и задействовано на уборке в общей сложности порядка 100 единиц техники. Хочу отметить в лучшую сторону работу подрядная организация. Проезд во многие дворы города с утра был существенно затруднен. Усилиями работников жилищно-коммунальных хозяйств к полудню ситуацию удалось стабилизировать. Здесь работаю, в этом детском саду 61-м. Нормально все, вроде сейчас более-менее все очищено, смотрю. Вывод трактора у нас организован был в 2 утра. Трактор свою работу выполнил, заезды и проезжие части дворовой территории был убран. Также велась работа дворниками дворовой территории. Дома все очищены от снега. С погодными условиями справились в полном объеме. Несмотря на стабилизацию ситуации на дорогах, ГИБДД Почувашии призывает пешеходов и автомобилистов быть осторожными. В ближайшие дни ожидаются заморозки и гололедица. Дарина Игнатьева, Расиль Мухаммедов, Андрей Шоклев, Республика. Проект детские сады детям в нашей республике уже завершился, но строить новые дошкольные учреждения не перестали. Растут микрорайоны, а вместе с ними и потребность в социальных объектах. Сейчас в Чебоксарах возводят три детских сада. В Новом городе, Радужном и Ольгешевом. В последнем побывали наши коллеги. Работы на стройплощадке в Ольгешево начались еще летом прошлого года. Был вырод котлован, поставлен забор. А потом стройку заморозили. Жители микрорайона ждали и надеялись. Городские власти искали решение. Детский сад здесь просто необходим. И, наконец, уже в сентябре этого года стройка снова оживилась. Правда, во главе с новым подрядчиком. После заключения договора 29 августа, с 1 сентября начали подготовительные работы. И параллельно фундаменты забили сваи, ростверки. На сегодняшний день у нас завершены все фундаментные работы. Сокольный этаж завершен. И начали монтаж первого этажа. До Нового года мы за декабрь месяц должны два этажа завершить. Монтаж стеновых панелей с перекрытием. Будущий детский сад возводят с применением технологии панельного домостроения. Сроки строительства уменьшаются, качество при этом остается на высоком уровне. Точно такой же садик уже посещают ребята микрорайона Садовой. Здание детского сада двуэтажное, рассчитано на 240 мест. Всего здесь присмотрены 12 групп. Есть блок, медицинский блок, пищевой блок есть. Также актовый зал, спортивный зал тоже. Также по проекту есть бассейн, детский бассейн. На строительство выделено более 140 миллионов рублей. Новый подрядчик обещает, все работы будут закончены точно в срок. А это значит, что уже в июне будущего года юные жители Ольгешево смогут стать воспитанниками этого детсада. Сегодня региональный чемпионат рабочих профессий WorldSkills вступил в рабочую фазу. Начались соревнования. Наша съемочная группа побывала на одной из площадок конкурса в Чебоксарском электромеханическом колледже. Здесь сошлись представители технических специальностей, системные администраторы и электроники, токари и фрезеровщики. Где должна находиться видеокарта, для чего нужна материнская плата и что зависит от количества ядер в процессоре. Участникам JuniorSkills предстояло собрать компьютер, что называется с нуля. А кроме этого наполнить его начинкой. Установить операционную систему, выполнить нужные настройки и обеспечить выход в интернет. Две команды по четыре человека. Школьники готовились к соревнованиям совсем не по-детски. Посещали курсы, выполняли специализированные задания. То, что они вообще участвуют в подобного рода соревнованиях, то есть это первый раз у нас в Чувашии, это уже считается они победителями. Но я думаю, что они показывают достаточно высокие результаты. И поэтому, чем раньше мы начинаем грамотно обучать людей специальности, тем им легче потом в жизни ориентироваться. То есть они становятся конкурентоспособны как бы в трудоустройстве, так и в дальнейшей жизни. У ребят постарше задание посерьезнее. Нужно настроить маршрутизаторы и коммутаторы, наладить удаленную работу. Причем сделать это нужно в двух операционных системах. Среди шести участников Иван Дедков. Он приехал на соревнования из Орла. Любая связанная вещь с интернетом, это значит сеть, это значит надо настраивать. И для этого нужен человек, который это должен уметь делать. Потому что обычный пользователь, которому провайдер подключил интернет, этого делать не сможет. Это, если спросоцировать, чтобы понятно было, как конструктор Лего. Вот собирается что-то из мелких частей, одно большое. Всем когда-то это нравилось. Вот это примерно то же самое. Есть какие-то кабели, есть какие-то устройства. Они отдельно из себя что-то представляют, но если они вместе, то это уже большая сеть, схема. То есть это интересно. Компетенция электроника представлена впервые. Белые халаты и перчатки, сложное оборудование и яркий свет. Эдако операционное для приборов и аппаратуры. Движения участников точны и быстры. За три соревновательных дня необходимо выполнить четыре модуля. Сборка устройства, ремонт и устранение неисправностей, разработка аппаратных средств и программирование встраиваемых систем. Справиться с такими заданиями сможет далеко не каждый. Ну, поучаствовать в таких соревнованиях, посоревновавшись сначала тут на региональном топе между собой и соседними регионами, а потом уже на национальных отборочных чемпионатах. То есть это уже большой задел в их голове, да, именно в направлении будущей своей деятельности. Фрезерная работа на станках с ЧПУ – еще одна компетенция Junior Skills. Для школьников – двудневная упрощенная программа. Их задача – получить готовую деталь. Сначала ребята разрабатывают модель, рисуют чертеж в электронном виде. А затем с помощью специальной программы ее выводят на станок. Этому ребята учились месяц. У нас не было уроков чертения в школе. Мы учились еще здесь. Нам нужны эти конкурсы, потому что мы занимаемся больше, познаем. Позади один соревновательный день, впереди еще два. Участников ждут новые задания. Кто из них сможет справиться с испытаниями и стать лучшим в своей компетенции, будет ясно 9 декабря. Татьяна Леонтьева, Анастасия Лангина, Андрей Шоклев, Республика. Награды за проявленный героизм. В Чувашии и в Москве чествовали лучших спасателей пожарных. Фестиваль «Созвездие мужества» в МЧС проводят 8-й год подряд. По традиции, во время фестиваля подводят итоги работы ведомства и ставят новые задачи. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Каждый день они рискуют своей жизнью, чтобы спасти других. В этом зале собрались настоящие герои из сотрудников МЧС в республике. Чествуют каждый год. Евгения Долгова в очередной раз признали лучшим начальником караула. За время службы он и его команда спасли десятки людей. «Самый большой страх для пожарного – это не боязнь за свою жизнь, а боязнь за жизнь тех людей, которые в беду попали, которые остались в дыму, у которых нет возможности спастись. И самое страшное – это прийти туда на помощь и не успеть вовремя вытащить. Это самый большой страх». Итоги масштабного фестиваля «Созвездие мужества» по традиции подводят в Москве. Престижные награды вручают лучшим пожарным, пиротехникам, кинологам и даже водолазам. Глава МЧС страны говорит, этот год был непростой. Экстренные службы провели огромное количество спасательных операций. «Потушено более 120 тысяч пожаров. Ликвидировано 280 крупномасштабных чрезвычайных ситуаций, которые практически каждый второй день требовали федерального уровня реагирования. Обезврежено 36 тысяч боеприпасов». Главный итог работы – спасенные люди. Только благодаря сотрудникам республиканского управления МЧС в этом году второй шанс на жизнь получили более 500 человек. «За 11 месяцев прошедшего года спасено более 208 тысяч человек. Это совместная работа пожарных, спасательных подразделений, подразделения ГИБДД, медицины и всех служб, которые работают вместе с нами в руках об руках в зонах бедствия». Уровень безопасности, отмечает федеральный министр, зависит и от того, насколько слаженно взаимодействуют спасатели и власти регионов. В стране продолжают развивать систему РСЧС. В Чувашской республике эта работа проводится эффективно, говорит Владимир Пучков. Главе региона показали и новейшую технику МЧС. К примеру, обезвреживать бомбы, взрывотехникам сейчас помогает вот такой робот. Современная техника в ближайшие годы поступит и на вооружение Чувашских спасателей. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаммедов, Республика, из Москвы. Две судьбы, две истории. На выставке, открывшейся в художественном музее, можно познакомиться с творчеством двух талантливых художников 20 века – учителем и ученика. В центре внимания три этюда для известного всему миру полотна «Черемистская свадьба». Творческие искания художника Николая Фершина видны в каждом мазке. Сама картина после долгих скитаний, в том числе и за границей, была куплена российским коллекционером. Всего в экспозицию вошли 30 работ из собраний Космедемьянского и Чувашского художественных музеев. Это первая выставка, которую мы принимаем, коллекцию другого музея в наш музей. Конечно, разговоры о том, чтобы устроить совместную выставку с Космедемьянским музеем еще у нас в 90-х годах было. Но были другие времена, не было возможности и так далее. Но вот это все-таки состоялось. На выставке представлены живописи и графика двух виртуозных художников, документальные кадры из жизни. Их первая встреча состоялась в стенах Казанской художественной школы. Николай Фешин – талантливый мастер, выпускник Петербургской академии, преподаватель живописи. А Александр Григорьев – многообещающий молодой художник. Между учителем и учеником завязалась дружба длиною в жизнь. Как она воплотилась на холстах, можно увидеть, побывав в Чувашском государственном художественном музее. Татьяна Филатова, Игорь Зверев, Республика. 16 декабря наши коллеги отметят день рождения. Радиостанции «Тванрадио» исполняется три года. Слушателей ждет немало сюрпризов, а главным станет новогодний музыкальный иллюзион «Сказка». За кулисы готовящегося шоу заглянул наша съемочная группа. Таня Филатова, Игорь Зверев, Республика. Летающие столы, исчезающие предметы и чудеса перевоплощений. Каждый желающий сможет окунуться в таинственный мир магии и фокусов. А кроме этого услышать любимые песни в исполнении самых популярных звезд Чувашской эстрады. По секрету расскажем, с артистами будут происходить необъяснимые вещи. Они будут летать, они будут исчезать, они будут появляться. И во всем этом будете принимать участие вы, наши дорогие зрители. Такое шоу в Республике готовится, я думаю, впервые. С таким количеством артистов, с таким оригинальным жанром. И мы уверены, что вам это шоу очень-очень понравится. Развлечения, конкурсы, призы и подарки. Без этих составляющих невозможен ни один день рождения. У гостей праздника есть возможность выиграть супер-приз от партнера проекта «Автомобиль». Новогодняя сказка начнется 16 декабря в 18.30 в ДК «Трактора строителей». Состоялись первые пять партий чемпионата Чувашии по шахматам. В борьбе за звание сильнейшего соревнуются около 60 спортсменов из городов и районов Чувашии. За битвой умов следила и наша съемочная группа. 32 фигуры, 64 клетки и огромное количество комбинаций, с помощью которых легко развивается логика, скорость мышления и пространственное воображение. В шахматы играют взрослые и дети. Для интеллектуальной битвы не надо отдельных больших помещений. Доску можно открыть в любом месте, в любое время. Шахматная федерация изначально была ориентирована на развитие детских шахмат Чувашской республики. И в настоящее время проводится очень большое количество соревнований, в которых участвуют дети. Сказать, что они не хотят, это было бы неправильно. Дети очень хотят. В настоящее время даже не хватает тренеров, не хватает места, где могли бы мы заниматься детьми с шахматами. Но тем не менее, как-то вопросы решаются. Наши дети активно выступают не только на территории Чуваши, они выезжают активно и в Казань, и в Кострому. Антону Смирнову 10 лет. В шахматы он пришел два года назад, после того, как наскучили шашки. Антон уже не раз побеждал на городских, республиканских соревнованиях, выезжал и в другие города. Так что есть опыт игры и вполне серьезные цели. Я хочу стать гроссмейстером, достигнуть примерно рейтинга 2600, попробовать. Но сейчас, в ближайшее время, хочу получить КМС. Естественно, что Антон с особым вниманием следил за ходом матча за шахматную корону между российским гроссмейстером Сергеем Корякиным и чемпионом мира Магнусом Карлсоном. И строил свои прогнозы, оказавшиеся верными. Там в первых партиях Карлсон играл белыми, и когда получались ничьи, я думал, что когда Корякин будет играть белыми, у него будет некоторое преимущество. Когда он выиграл, я думал, что дальше ему осталось только сушить и играть ничьи. Но когда я дошел до тайбрэка, там ясно было, что Карлсон окажется сильнее, он был более опытным. Таких юных и талантливых шахматистов Чувашии достаточно. Здесь, на чемпионате, они играют наравне со взрослыми. Такое решение приняли их тренеры для совершенствования навыков и повышения мастерства. Пока о результатах говорить рано. Заключительные партии будут разыграны в ближайшие выходные. А через неделю впервые Республиканская Федерация проведет городские соревнования шахматушки, в которых за доской встретятся дети 5-6 лет. Екатерина Абрамова, Олег Якимов, Республика. Наши новости и программы смотрите на сайте ntrk21.ru. Я с вами прощаюсь. Увидимся в эфире национального телевидения Чувашии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова